Быстрый и законный способ уменьшить выплаты приставом по исполнительному листу, когда у вас взыскивают долги. Всем привет, уважаемые зрители! С вами, как всегда, юрист-эксперт Евгений Корсакин. Поехали! В жизни случаются ситуации, когда человек не справился с финансовой нагрузкой по разным причинам, не учел обстоятельств или просто потерял работу, заболел, уволили, пока был в опыске и так далее. Ситуация может быть миллион, у каждого она своя. И на фоне всех неприятных событий влезли в долги. Появились кредиторы и в конечном итоге приставы исполнители, которые теперь работают по вашим счетам, сберпнижкам, картам, зарплатным и кредитным, шерстят все счета во всех основных крупных банках. Вроде и желание есть вернуть долги, а ситуация не улучшается, а в наше непростое время может даже и ухудшаться. Но, но, на этот период, чтобы вылезти из ямы и повысить свои доходы, уменьшив расходы на выплаты по исполнительным листам, есть крутой проверенный механизм. Он реально рабочий, имеет прямое действие, если можно так выразиться. Есть вполне законный способ уменьшить выплаты, которые вы платите судебным приставам по исполнительному листу. Давайте разберемся, как это можно сделать. Для этого нам потребуется немного изучить существующее законодательство. К сожалению, без этого нам не справиться с тем исполнительно-долговым беспределом, что творится у нас в стране. Нам нужно изучить такое понятие, как алименты. Алименты, скажете вы, но ведь это же на детей, для тех, кто развелся и не хочет содержать своих детей. И будете правы, но не совсем. Алименты на содержание детей могут быть оформлены без развода и получения свидетельства о расторжении брака. Но это еще не все. Алименты могут получать и наши родители. Давайте приступим к изучению норм права. Согласно Семейному кодексу, статья 81, размер алиментов, взыскиваемых на содержание несовершеннолетних детей в судебном порядке. Первое. При отсутствии соглашения об уплате алиментов, алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере на одного ребенка 1 четверти, на двух детей 1 треть, и на трех и более детей половина заработка или иного дохода родителей. Согласно Семейному кодексу, алименты на детей взыскиваются в процентном соотношении или в твердой денежной сумме от всех видов доходов. Если рассчитывать алименты в процентном соотношении, то расчет будет следующим. На одного ребенка 25%, на двух детей 33%, на трех и более детей 50%. Идем дальше. Согласно Семейному кодексу, статья 87, обязанность совершеннолетних детей по содержанию родителей. Первое. Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. Второе. При отсутствии соглашения об уплате алиментов, алименты на нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей взыскиваются с трудоспособных совершеннолетних детей в судебном порядке. И третье. Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей, определяется судом, исходя из материального и семейного положения родителей и детей, и других заслуживающих внимания и интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащих уплате ежемесячно. Четвертое. При определении размера алиментов суд вправе учесть всех трудоспособных совершеннолетних детей данного родителя, независимо от того, предъявленного требования ко всем детям, к одному из них или к нескольким из них. Пятое. Дети могут быть освобождены от обязанностей по содержанию своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, если судом будет установлено, что родители уклонялись от выполнения обязанностей родителей. Дети освобождаются от уплаты алиментов родителям, лишенным родительских прав. На этом с семейным кодексом пока все. Идем дальше. Это наши вводные данные, что есть в законодательстве по волнующему нас вопросу. После того, когда мы ознакомились с базовыми правами некоторых категорий граждан, а именно несовершеннолетних детей и нетрудоспособных родителей, мы переходим к разбору очередности ваших выплат по исполнительному листу. Да, она существует и тоже установлена законом. Давайте посмотрим, что нам говорит федеральный закон от 2007 года, номер 229, об исполнительном производстве. Статья 111. Очередность удовлетворения требований взыскателя. Первое. В случае, когда взысканная с должника денежная сумма недостаточно для удовлетворения в полном объеме требований, содержащихся в исполнительном документе, указанная сумма распространяется между взыскателями, предъявившими на день распределения соответствующей денежной суммы исполнительные документы. В следующей очередности. А. В первую очередь удовлетворяются требования по взысканию алиментов, возмещению вреда, причиненному здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, возмещению ущерба, причиненному преступлением, а также требования о компенсации морального вреда. В редакции федерального закона номер 325. Б. Во вторую очередь удовлетворяются требования по оплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих по трудовому договору, а также по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности. В. В третью очередь удовлетворяются требования по обязательным платежам в бюджет и в небюджетные фонды. Г. В четвертую очередь удовлетворяются все остальные требования. 2. При распределении каждой взысканной из должника денежной суммы требования каждой последующей очереди удовлетворяются после удовлетворения требований предыдущей очереди в полном объеме. То есть мы видим, что в первую очередь будут взыскываться алиментные обязательства, выплаты по долгу будут взыскиваться только в четвертую очередь. Что же это нам дает и как это применить на практике? А очень просто. Тут есть два условия. Помимо того, что у вас уже есть взысканное по исполнительному листу, это само собой разумеется третье условие. Первое. У вас имеются несовершеннолетние дети или второе. У вас имеются нетрудоспособные родители. Обязанность детей уплачивать алименты на содержание родителей возникает при одновременном выполнении следующих условий. Пункт 1 статьи 87 Семейного кодекса и постановление пленного Верховного суда номер 56. Дети достигли совершеннолетия 18 лет. Дети являются трудоспособными, а родители нетрудоспособными. Например, имеют инвалидность или достигли общеустановленного пенсионного возраста 55 и 60 лет соответственно. В статье 38 Конституции также закреплена обязанность граждан заботиться о своих нетрудоспособных родителях. Право получения алиментов родителями возникает из положения Семейного кодекса о том, что трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных родителей, но ожидающихся в помощи. Выплата алиментов такого рода также происходит в добровольном или судебном порядке. Минимальный и максимальный размер отчислений на содержание родителей законом не установлен. При их определении учитываются нужды и возможности всех сторон. Алименты не могут составлять более чем 70% от зарплаты после вычета налогов. Но разумно. Я считаю, что оформлять их в рамках установленных минимальных размеров прожиточного минимума в вашем регионе не вызывает дополнительных вопросов. В марте 2019 года Госдума приняла в третьем чтении, а президент подписал закон о праве граждан при пенсионном возрасте на получение алиментов. Согласно документу, мужчины, достигшие возраста 60 лет и женщины 55 лет, имеют право получать алименты от своих совершеннолетних детей. Субъектами соглашения в оплате алиментов являются, с одной стороны, плательщик алиментов, лицо, обязанное оплачивать алименты, с другой, получатель алиментов, лицо, имеющее право требовать их выплаты. С понятийным аппаратом мы разобрались. Законодательную базу усвоили. Остался один вопрос. Самый главный. Как это все применить на практике в жизни? На самом деле, очень просто. Отвечаю. У вас имеются озвученные высшие условия. Например, несовершеннолетние дети или нет детей, есть нетрудоспособные родители. Вы должны заключить с родителями или с супругой с супругом, если применяются положения о детях, соглашение об оплате алиментов через нотариальное удостоверение. Соглашение об оплате алиментов заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение этого требования влечет в ничтожность этого соглашения. Статья 100 Семейного кодекса. Нотариальное удостоверение соглашения об оплате алиментов имеет силу исполнительного листа. Что должно содержаться в соглашении? 1. Место заключения соглашения. 2. Дата заключения. 3. Номинование документа соглашения об уплате алиментов. 4. Личные данные сторон. 5. Данные лица, на содержание которого будут выплачиваться алименты. 6. Размер алиментов по соглашению. 7. Срок выплаты алиментов. 8. Порядок выплат. 8. Суммы, на которые нужно и разумно заключить соглашение об уплате алиментов, должны быть примерно равными размеру прожиточному минимуму в вашем регионе. В среднем по России эти величины сейчас такие. На душу населения 11 468 рублей. Для трудоспособного населения 12 392 рубля. Для пенсионеров 9 422 рубля. Для детей 11 423 рубля. 9. После составления соглашения у нотариуса вы обращаетесь к вашему судебному приставу и предоставляете ему данное соглашение. Конечно, не забудьте, у нотариуса сделают и заверенные копии соглашения. Они могут вам еще пригодиться. Жизнь у нас в стране, сами знаете, такая штука. Без бумажки, ты букашка. 10. После этого ваш пристав принимает к сведению соглашение об оплате алиментов. И с вашего дохода вместо исполнительного взыскания сначала взыскиваются алименты на ваших родителей или детей, а потом уже остальное. Следующее по очереди взыскание. Таким образом, вы оставляете у себя в семье дополнительные средства, что может быть не лишним. А как сможете выбраться из ямы, отдадите свои долги. И это же не навсегда. Жизнь у каждого может круто измениться. И все у вас получится. Главное стараться не стоять на месте. А теперь расчет. Как это будет выглядеть на практике в жизни. Например, ваш доход будет 40 тысяч рублей, с которого приставы взыскивают 50% по исполнительному листу. Больше они не могут взыскивать по закону, а меньше могут. Давайте им это устроим. То есть у вас остается 20 тысяч рублей на жизнь. А после оформления соглашения об алиментах, у вас в первую очередь с 20 тысяч рублей будут удержаны на детей 11 тысяч 423 рубля. Или на родителей 9 тысяч 422 рубля. Итого мы получаем, что в вашей семье останется 20 тысяч и плюс выплаты на детей. Это примерно 31 тысяча рублей. Вместо 20, как было ранее. 8 тысяч 577 рублей вы оплачиваете кредиторам. Но это уже не половина. Все же долги тоже нужно отдавать. Вот такой крутой и рабочий вариант по уменьшению выплат по исполнительному листу я вам предлагаю. А если у меня есть и несовершеннолетние дети, и нетрудоспособные родители, спросите вы, сколько же вы можете сохранить своих денег? Если у вас есть вопросы по теме, задавайте их мне. Я постараюсь вам ответить. А с вас подписка, лайк и репосты. Помогите в развитии канала, который будет полезен многим людям, которые, как и вы, оказались в сложной жизненной ситуации. Всем подписчикам боевого настроения и финансового благополучия. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok